Для студентов в режиссерской мастерской Александра Сокурова серьезное испытание защиты курсовых работ перед самим учителем. На сессию всемирно известный режиссер приехал сам. В перерывах между просмотрами экзаменационных короткометражек Сокуров встретился с журналистами Кабардио-Балкарии, рассказал о том, как видеть развитие творческих профессий в республике и поделился своим отношением к событиям, происходящим сегодня в Кабардио-Балкарии и четко обозначил свою позицию по поводу ареста высокопоставленных чиновников СКБР. Обо всем по порядку. Анна Сухайханова. Он старается быть максимально честным со своими студентами, минимум два раза в месяц проводить мастер-классы в Нальчике лично, указывать на ошибки в работах, а после деликатно просить за это прощение. Он по-другому не может. Культура не только республики, но и страны сегодня не терпит снисхождения, скажет режиссер уже после занятий на встрече с журналистами. Государство нет другой цели, государство кроме развития культуры. Все остальное только инструменты. Развитие культуры – это цель существования российского государства. У режиссуры Кабардино-Балкарии женское лицо. Дело в характерах кавказских девушек, считает Сокуров. Поднимать искусство почему-то стараются именно они. В городе, где нет оперы, а театр переживает не лучшие времена, самое время пересмотреть всю систему подготовки творческих работников и расширить горизонты восприятия мира. Боиться в Соку не получится. Я уже здесь, я уже не даю им в Соку бороться. Уж уверяю вас, в Соку не получится. Они начнут снимать, все равно у них кто-то из группы будет из Москвы, кого-то будут приглашать из Ленинграда, кого-то будут приглашать из Германии, кого-то из Англии. Я снимаю, у меня вся группа мирового, просто со всего мира собираю. Кино, такой вид профессионального труда, который не просто интернациональный, он сейчас уже всемирного масштаба. Ведь провинция, это не здесь, а в голове. Последние события с арестом высокопоставленных чиновников обойти в разговоре с Сокуровым Мухом. Интеллигенция республики в таких случаях молчать не должна. Свой ответ обязана дать и общественность, убежден известный режиссер. Тональность, в которой это происходило, заранее определяет, что все виноваты. А между тем мы понимаем, что есть презумпция невиновности, и суд только может решить. Поэтому как форма поведения некорректна в высшей степени. Некорректна в высшей степени. Я знаю, что это такая же точка зрения и у президента республики. Но все надо, надо все знать конкретно, что тут составляет суждение. Я, конечно, поражен этим всем. Новая сцена для курса с одним из лучших в КБР световым и звуковым решениями станет не только учебной для режиссеров, но и киноклубом и творческим ядром города. Часть расходов покрыл университет, остальное лично от себя внес глава республики. За счет средств Арсена Конокова студенты мастерской получают еще и дополнительные стипендии. Но вертикаль помощи искусству республики должна идти от федерального центра. На уровне Минобра должна заработать программа с финансированием образования по творческим направлениям. Сейчас часть слушателей оплачивает его самостоятельно. 120 тысяч в год. Неподъемные деньги для еще не практичующих режиссеров. Анна Шурхайханова, Марина Ярославская и Аслан Карданов. Вести. Кабардино-Балкария.